Яркими брызгами может порадовать и небо. Цветные дожди недавно прошли в Украине. Жители обнаружили на своих машинах пятна красного цвета. Люди подумали о том, что в соседней Словакии что-то взорвалось, либо случилась авария на складах с боеприпасами. В чем же причина загадочного природного явления и каких оттенков бывают осадки, об этом Галина Исаева. На свете бывают любые дожди, зеленые, синие, красные. Они то грустят, то смеются они, совсем не похожие, разные. На свете бывают любые дожди. Воспетый в этой песне цветной дождь бывает на самом деле. Причем подобное атмосферное явление люди наблюдали еще в древности. Цветные дожди упоминаются даже в трудах Гомера и Плутарха. Наблюдать разноцветное чудо можно и в наши дни. Самым распространенным является красный дождь. Он выпадает на территории Европы. Наши предки считали его недобрым знаком. Однако современные ученые легко объясняют красный цвет осадков и не видят в этом никакой мистики. Причина таинственного природного явления – африканская пыль, которая состоит из множества красных микроорганизмов. Она вздымается ветрами на огромную высоту и воздушным течением перемещается в Европу. Здесь пыль смешивается с капельками влаги и окрашивает их, удивляя жителей необычайным природным явлением. Помимо красного существуют и другие оттенки дождей. Угольно-черные осадки образуются путем смешивания с природными дождями вулканической или космической пыли. Так, 9 ноября 1819 года в Канаде выпал черный дождь. Подобный случай наблюдался также 14 августа 1888 года на мысе Доброй Надежды. А вот в тех местах, где находятся меловые горные породы, можно наблюдать белоснежные дожди. Зеленые осадки встречаются в Индии. Они содержат в себе примесь экскрементов пчел и ароматные пыльцы бутонов экзотического манго. Чтобы увидеть зеленый дождь, совсем не обязательно отправляться в страну Махараджи. Изумрудные осадки с примесью пыльцедеревьев, в основном березы, 26 апреля 2012 года прошли в Москве. В природе существуют желтые, оранжевые, розовые и даже шоколадные дожди. Все они образуются путем смешивания с капельками влаги различной пыли и абсолютно безопасной для человека. Но нередко причиной выпадения разноцветных осадков оказывается загрязнение воздуха. К примеру, так произошло в Югославии в 1999 году. В результате бомбардировок НАТО были разрушены крупные нефтехимические предприятия страны. В атмосферу поступило огромное количество вредных веществ. Вскоре местные жители наблюдали выпадение черных осадков. Так что цветные дожди удивляют и впечатляют. Главное, любуясь этой красотой, не попасть под осадки из посторонних предметов. Бывали случаи, когда с каплями воды выпадали зерна ржи, цветы, листья, апельсины и даже животные. Происходило это, конечно, в результате сильных ураганов и смерчей. Галина Исаева, Сергей Мякишев, Сибонформбюро.